Фармацевтика, производство табака и сельское хозяйство. О совместном развитии этих сфер договорились регионы Южной Кореи и Казахстана. Аким Алматинской области Амарат Сузлалгазиев посетил корейскую провинцию Северная Чулла. Что объединяет эти два региона, узнал наш собственный корреспондент Владислав Цой. У провинции Северная Чулла и Алматинской области много общего. Во-первых, численность населения. Здесь проживает почти 2 миллиона человек. Во-вторых, оба региона являются аграрными. Почти 85% жителей Алматинской области проживают в сельской местности. А Северная Чулла является главной жительницей Южной Кореи. Поэтому на переговорах речь шла в основном о сотрудничестве в агропромышленном комплексе. Как в Казахстане, так и в Корее есть проблема оттока молодежи из сел в города. Чтобы привлечь людей в возрасте до 39 лет в деревне Северной Чуллы, здесь в 2021 году запустили проект «Долина умных ферм». Восемь месяцев учеников обучают бесплатно и даже платят им стипендию. В сене центра выпускник покидает сертификатом эксперта по управлению умной фермой. По окончании учебы государство предоставляет выпускнику землю в аренду на льготных условиях. Эксперты подсчитали, что за три года работы в деревне молодой бизнесмен может заработать около 100 тысяч долларов. Идея центра очень правильная. Я думаю, она верна во взаимодействии с аграрным университетом, во взаимодействии с учеными. Такой центр нужно открывать. Другой вопрос – это будут теплицы или это будет открытый грунт. То, что нам будет удобно и что востребовано сегодня, именно это и будем открывать. С корейской корпорацией «Табака» и «Женшеня» делегация Алматинской области обсудила строительство завода на территории Карасайского района. Старт проекта намечен на следующий месяц. На заводе в перспективе планируют производить фармацевтические препараты. Много у нас транснациональных компаний располагается. Мы надеемся, что Китиньжи в скором времени уже строительство начнет. На сегодняшний день мы земельный участок выделили. При этом строительство этого завода не только создаст рабочие места на самом заводе, и, возможно, восстановит и выращивание табака на территории области, что было ранее традиционно для нас. При этом этот завод будет выпускать как традиционные сигареты, так и стики. Мы совместно с Акиматом Алматинской области будем развивать табачную промышленность. Используя наши технические возможности и качества, мы построим завод. При производстве будем использовать казахстанское и импортное сырье. У нас уже есть заводы в России, Турции и Индонезии. Договорились и о культурном сотрудничестве. С этой целью делегация провинции в следующем месяце приедет в Кунаев. А в ноябре в Северной Чоле запланирован бизнес-форум с участием крупных компаний Алматинской области. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея.